Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача Куншуаха и с вами я, ее ведущая Лаура Бекпулатова. Сегодня понедельник, 30 сентября, и я всем желаю доброго, солнечного, прекрасного дня и, конечно же, огромного заряда бодрости на всю неделю. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добрый день! Добрый день! Добрый день! Добрый день! Добрый день! Ну и также взрослых людей, которые, допустим, сами понимаете, что наш клуб именно предназначен для того, чтобы они проводили свое время, досуг. То же самое, наш клуб активно очень, мы пропагандируем не то, что там, допустим, здоровый образ жизни, мы с нашими активистами проводим много мероприятий в нашем клубе. Также мы с ними посещаем музей, выставки, занимаемся, вот видите, на фотографиях мы занимаемся здоровым образ жизни, это катаемся на коньках, катаемся на лыжах, занимаемся активным образом жизни. Значит, вот буквально в субботу мы фильм просмотрели, хороший, в кинотеатре Гагарина. Что за фильм? Фильм «Услышь меня» называется. Как раз, да? Да, как раз, вот именно, да, мы именно ко дню всех наших активистов пригласили на этот фильм, да. Вот, поэтому всем очень понравился фильм, и также вот хочу сказать, что, как бы, те люди, которые сегодня у нас методисты, они расскажут о своей работе, как они помогают им в жизни. Поэтому, в принципе, вот, поэтому мы существуем, хоть про светобедение. Ну, видим мы жизнь у вас насыщенная, очень разнообразная, разные мероприятия, и вот на фотографиях мы видим, насколько счастливы, да, лица ваших подопечных, скажем, членов клуба, которые радуются жизни и стараются везде, да, принимать участие. Да, ну, в принципе, вы понимаете то, что это инвалиды по слуху и речи, поэтому мы их объединяем, мы вместе с ними проводим мероприятия, доски, они вместе, когда встречаются, они, бывает, порой друг друга не видят, там, может, месяцами. А вот когда с нами вместе, они прям радуются именно, рассказывают о своих каких-то новых интересных историях, понимаете, просто очень приятно, хорошо видеть. Главная задача, чтобы человек приносил пользу окружающим. Вот наша задача. День тяжелый, но я думаю, что сейчас вы действительно зарядитесь вот такими положительными эмоциями, ведь главное – это прекрасная погода в душе, ну, и, конечно, ваше настроение прекрасное, которое будет сопровождать сегодня в течение дня после просмотра нашей программы Куншуа. Стоит отметить, что сегодня еще, вернее, эта неделя у нас считается международной неделей, первый международный день жестовых языков, и вот именно он проводится также в рамках международной недели глухих. Еще у нас завтра праздник, замечательный день пожилых людей, и мы видим, у вас в вашем центре есть еще и люди, скажем, пожилого возраста, поэтому у них можно считать двойной праздник, с чем мы поздравляем вас. А самое главное – желаем крепкого здоровья, оптимизма и всегда прекрасного настроения. Ну, а теперь хотелось бы к вам обратиться сейчас, кто из вас начнет. Ольга, Елена, вот… О чем вот чаще всего говорят глухие? Какие проблемы и темы их интересуют? Скажите, пожалуйста. У нас наши глухонемых интересуют очень много проблем, и разные вопросы решаются с ними. Ну, самое главное в нашем клубе, я так хочу сказать, у нас в клубе проводим же их недостатки, они занимаются у нас в разных секциях, в разных кружках. Также у нас много проводят разных мероприятий на разные темы. И я хочу сказать, что мало того, что у нас мы проводим досуг, они еще приходят со своими личными вопросами, которые мы должны тоже также их решить. Эти вопросы. С какими проблемами чаще всего вот сталкивается человек, лишенный слуха? Ну, ему обязательно нужен переводчик, куда бы с ним ни… В поликлинику сходить, вызывают некоторых в суд, в каком услуге заплатить. В разные организации такие… То есть вы постоянно их сопровождаете? Да, 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 да. Может, да. Не только что мы им делаем праздники, но еще и помогаем в этом. Ну, в городе у нас еще есть переводчики, которые в областном отделе работают, они тоже так же помогают. Но все равно, наверное, чувствуется нехватка, да, специалистов? Ведь глухонемых много. Вот в вашем клубе сколько человек на данный момент? У нас где-то около 100 человек, наверное, и больше даже. На каждого человека, считайте, скажем, нужен переводчик, а вас всего лишь… Нет, когда они к нам приходят, когда у нас мероприятия проводятся, у нас кто выступает, как сказать, а я, например, перевожу, они же все смотрят на меня, и они все понимают, о чем я говорю. Ну, вот как сейчас, да, на момент у нас любовь переводят, они вот… И все они смотрят на меня, они понимают, о чем я сказала, и какое мероприятие, какая тема касается им, какие вопросы они задают моим отвечаемым. Ну, вот скажите, пожалуйста, Елена, вот чем вас привлекает ваша работа, скажем? Ведь трудностей все равно, конечно, много, да, они приходят с проблемами к вам, и все-таки нужно быть и психологом в данный момент, чтобы поддержать человека, найти нужные слова, ведь они все равно нуждаются, как никто иной, да, в нашем внимании, заботе, ласке, моральной поддержке. У каждого свой характер, к каждому человеку надо подойти. Они очень ранимы. Да, подойти надо, у каждого, к каждому человеку надо… Каждому подход. Подход свой нужен, да, у каждого человека. Мы их уже знаем, в клубе я уже 35 лет работаю, мы уже их даже знаем. Изучили. Изучили давно, да-да-да. Все, знаете, как пять пальцев, и кому какой метод нужен работать. Да-да-да, и как с кем общаться, как. Много молодых приходит, которые у нас участвуют в кружках, которые участвуют в концертной программе, с ними вот мы только когда знакомимся, они понимают нас, мы понимаем, как мы к ним относимся, так они относятся к нам. Мы их очень любим. Со всеми находим общий язык, надо обязательно найти человека. Без такого общего языка мы не можем, не будем общаться с ними, они могут отвернуться от нас. Согласна, Согландок. А вас чем привлекает работа? То есть все вас знают, как, скажем, председатели общественного объединения, мастер-дэнс. То есть вы все время с молодежи, все время в гуще событий, ярких, да, проводимых именно нашим, именно проходимых, да, в нашем городе. Ну, а здесь совершенно другая специфика, скажем так. Ну, в принципе, я так думаю, что человек именно должен заниматься, помогать людям, в первую очередь. Он не живет для себя, он живет для окружающих. Наверное, поэтому и, как говорится, мне предложили именно стать заведующим Казахского общества глухих, чтобы, ну, молодежь, это одно, но надо не забывать о людях, которые, допустим, ну, как говорится, инвалиды по слуху и речи. Есть еще у нас Казахское общество глухих, слепых есть. Понимаете, ну, в любом случае это нужна помощь. И я так думаю, то, что наша общая задача каждого человека помогать друг другу. То есть, в первую очередь, вас подвигло это, чтобы помочь именно другим оказать добро. Да, и огромное спасибо всем, кто нас понимает и поддерживает. Допустим, мы, когда идем в музей, там, еще какие-нибудь места, то есть места мы обязательно пишем, пишем письма, да, что бесплатно у нас наши. И люди, много неравнодушных людей, которые откликаются? Нет, естественно, да, вот я и говорю всем спасибо, то, что именно поддерживают, то, что понимают, то, что это на самом деле, это, ну, как бы, делают они хорошее дело. В любом случае, это, как сказать, ну, я так считаю, то, что любой человек, занимающийся бизнесом или еще чем-то, в любом случае, он должен помогать. И это... Тем более, сейчас у нас начался месяц благотворительности, и я думаю, что как раз вот там хорошая возможность... В принципе, к кому мы обращаемся, тем молодцы, помогают нам. Подтянуть руку помощи, оказать поддержку. Да, и, естественно, здесь большая работа наших методистов, в которую мы все ходим, узнаем. Да, это, как Гагарин нам большой помощь оказал по рассмотру этого фильма, они специально этот фильм для нас приготовили, искали. Это все надо заказывать, это надо все заранее. Это сегодня кропотливая работа идет. Да, кропотливая работа, в принципе, здесь с миром по нитке, как говорится, и делаем. Потом, опять, ей кино понравилось, кинотеатр Гагарина. А, ну вот сейчас она делится своими впечатлениями. Рассмотрю фильм. Как вам фильм, понравился? Понравился. Переведите, пожалуйста. Все смотрели, всем было интересно, слушали все мимикой, там были титры, все читали, кто грамотный, кто неграмотный. Смотрел, переводчики переводили, все интересно. Разное глухое имя. Ну, раз они сейчас уже начали, заговорили, давайте мы познакомимся с ними поближе, пусть они расскажут нам о себе, чем они занимаются, и о своих, может, увлечениях. Есть же те, которые ходят в кружок ваш, поющие руки. Пожалуйста, кто начнет? Катртай, да? Дарья? Да, да, да. Пожалуйста, Дарья. Как ты пришла в клуб? Я пою песни, пришла, учить и буду выступать. Сейчас ты будешь выступать. Сейчас она готовится, сейчас мы ехать в Актюбинск. На, вот, курс на фестиваль. Региональный. Региональный фестиваль будет, вот мы туда готовимся. До этого вот у нас был день, это Всемирный день инвалидов, совместно с областным одетом глухонемых, глухих. У нас было мероприятие в кафе «Дастар». Дарья там первый раз, она у нас участвовала, выступала в этом мероприятии среди. То есть вы обучаете их еще и пению? Да, да, да. Помимо этого. Дарья, скажи, тебе нравится петь вообще? Какие песни ты поешь? Где участвуешь? В каких конкурсах еще принимала участие? Очень мне нравится, нравится, да. Она хорошо поет, мы смотрим, выступает всегда. Мирамгуль тоже, Мирамгуль, она была здесь уже на передаче. Мирамгуль мы слышали, да, действительно, она тоже очень хорошо поет. Она во многих городах выступала, в конкурсах ездили мы с ней. Ну вот легко ли освоить вообще язык жестов, Мирамгуль? Вот ты поешь разные песни. Одно дело просто, да, мы сейчас видим, они разговаривают, а совершенно другое дело выйти на сцену и преподнести эту песню так, чтобы она действительно задела, да, то есть все струны нашей души, нашего сердца. Как им удается это сделать с помощью песен? Казалось бы, передать, да. Эти песни, казалось бы, мы каждый раз слышим, да, какие-то знакомые песни. Но когда именно их поют глухонемые, то ты совершенно жестами, да, то ты совершенно уже смотришь, совершенно уже новому, по-другому воспринимаешь эту песню. Песню я сначала через душу, душевер, да, чувствую душой эту песню и пою мимикой. А какие тебе песни будешь нравиться петь, Мирамгуль? Наверное, про любовь. Разные. Разные? Я пою и на русском языке, и на казахском она поет. Многие песни ей нравятся. Но у нее уже есть ведь достижения, когда она занимала призовое место. То есть это самый такой конкурс, победой которой ты гордишься, вот особо для тебя имеет место в жизни. Она получила гран-при за конкурс песни в Уральске, она выступала, здесь приглашала тоже объединение в Уральске, молодежное объединение в Уральске. Сейчас канат проводила, она заняла первое место, гран-при заняла по жестовой песне. А так она тоже занимала у нас, но факт, что вот в Уральске я на гран-при заняла. Замечательно, мы тебя поздравляем еще раз, Мирамгуль, с твоим успехом. И хотелось бы сейчас побеседовать и с вашими другими женщинами, наконец-то ветеранами ваши, да, считается? Валентина. Она в ОПП работала, 45 лет стаж у нее. Швеей разные операции были. 45 лет стажа, 55 лет. Я уже ушла на пенсию с ОПП. Столько лет, я сейчас воспитываю детей и внуков, правнуков. В клуб я хорошо, переводчики, говорит, всегда со мной ходят, помогают мне всегда. Всегда, говорит, мы, говорит, там... Столы накрывают все. Председатель, говорит, вот приглашал нас, говорит, мы ходили, а в клуб мы ходим постоянно. Я вяжу, говорит, вязать люблю, детям, говорит, всегда я вяжу и всегда им помогаю. Бабушка. Молодец, молодец. Наталья, ну а вы чем занимаетесь? Какие у вас увлечения? Она тоже на пенсии. Тоже так же приходит. Есть тоже дети, внуки? Нет, у нее... Сестра на сестрой живет. У нее есть... Все отлично, хорошо, спокойно. Я тоже вяжу. Тоже вяжете? Шить. Бывает. Ну, всякие такие... Все, у меня убираюсь, все будет нормально. Ну, большинство, она, конечно, освоила этот планшет, и она в планшете. Угу. Ну, как всякие там... Смотрит. И так, говорит, не помогает. Всегда. Девочки ходят, все, ну, куда мне надо. Ну, вот и Катар Тай Апа, тоже представьте нам ее, пусть она расскажет нам о себе. А вам как живется в клубе? Поздравляю вас. Угу. Первый раз я, говорит, очень рада, говорит. Директор ДК, говорит, помогает всегда, говорит. Клуб приглашает, приглашает. Разные мероприятия, объявления всегда. Желаю здоровья директору. Угу. Девочкам, говорит, всегда, говорит, меня тоже приглашают. Мы, говорит, там театр, концерты они проводят, все хорошо. Очень отлично, весело. Я люблю. Ну, сразу чувствуется по эмоциям сейчас, насколько действительно ей хорошо с вами, насколько комфортно, ведь это самое главное, когда есть позитивный настрой. Понимаете? И мне бы хотелось сейчас... Любовь, вы все уже перевели. Хотелось бы у вас спросить, вот кроме бытовых проблем, обращаются ли они к вам по каким-нибудь своим радостным поводам? Все-таки в вашей профессии больше радостей? Конечно. Или, скажем, сложности? Например, в семье там у них внук, большинство сейчас у них уже, они люди определенного возраста, которым уже за 50, за 70 и выше, около 80 лет, у них рождаются правнуки, кто-то женится. Они приходят с такими новостями, что вот это... Или, например, там внук или внучка получили какой-нибудь гран-при, где-то выступают в спортивных секциях, они вот, ну, вот, все рассказывают, говорят, все... Им это радостно, на душе, вот, понимаете? С любой новостью там даже что-то где-то. Они все приходят, рассказывают, все такие довольные, то, что вот, вот, как, вот, смотрите на меня, я вот, это самое вот с такой радостью. По поводу, вот, бывает, что они создают семьи, женятся, замуж, выходят. И вот свадьба. Свадьба, приглашают переводчик. Вы, конечно, там главный гость, естественно, вы с переводчиком, то есть и там Ада стоит, ведущий, да, праздника, и рядом сурдопереводчиком. Да, да. Просто мне не приходилось никогда быть на такой свадьбе. Нет, это много, много таких, это молодые, когда у нас женятся, это самое, свадьба, приглашают специальных переводчиков, они вот эти все там два дня или там сколько, они переводчики, это все переводят, это все рассказывают, там не обходится без переводчика. Обязательно на этих событиях, даже рождение ребенка, вот, например, там это, и бывают такие, что молодые сейчас создают семьи, вот, там они ждут ребенка, и ты ходишь вместе с ними в больницу, из больницы, все почти, что как будто ты сама ходишь, это все проходишь вместе с ними. Вот такие у них события, они радуются каждому событию, каждое что-то. А вот когда рождается ребенок, вот, семья, считаете, да, они глухонемые оба, но вот часто так, рождается же тоже, да, уже передается, или бывает, что абсолютно... Нет, бывает, это, это, бывает, что глухонемые рождаются, это... С нормальным слухом? Да, с нормальным слухом. Бывает так, что у обоих родителей... Нормально, это бывает только у кого наследственно, если бы... Есть у нас такие семьи, которые наследственно глухонемые, но сейчас им всем придумали, ребенок плачет, радионяни, в этих вопросах у них нет никаких трудностей, сейчас нам бытовые эти сигнализаторы продают, это, бесплатно им дают, ребенок начинает плакать, он начинает отмигать, и все, он сразу просыпается, идет к ребенку, сейчас нет таких трудностей, сейчас все у нас, технологии уже, как говорится, все. Эти технологии. Так что сейчас трудности люди создают, да, люди создают семьи, рождаются у каждого по двое, по трое, у некоторых даже и четверо детей, у нас есть такие уже семьи, у которых четверо детей есть. Дети нормальные. А вот скажите, пожалуйста, Люба, легко ли было вообще освоить язык жестов? Для многих он как иностранный считается. Ну, как легко, если кто захочет, сейчас вот, например, многие, многие, которые вот в колледжах учатся, много молодежи, которые осваивают язык жестов вместе с учащимися. Наши молодежь сейчас много добились того, что они обучаются в колледжах с говорящими вместе, вот слабослышащие. И они осваивают язык жестов точно так же. Мы в одно пришли в мероприятие, Анна смотрю, понимает язык жестов, она говорит, а я, говорит, просто учил с колледжей, выучил этот язык жестов, и все, мне, говорит, легко с ними. Вот так что это. Просто если человек захочет, он выучит, если не хочет, выучит. Как вот так вот. Ну, вот еще одна проблема, с которой часто сталкиваются родители, вот раз мы заговорили о детях, то, когда рождается такой ребенок, не все же сразу, да, узнают, что их ребенок глухой, да, глухонемой. Вот, и они начинают паниковать, проходят различные, да, многочисленные, скажем, обследования, комиссии, и даже не найдя утешения, даже ходят ко всяким целителям, скажем, чародеям, да, но вот мы знаем, что есть коррекционная педагогика, которая действительно помогает, именно специалисты, которые могут уже распознать, именно, есть ли у ребенка нормальный слух или нет, да. Вот хотелось бы, чтобы вы тоже сейчас об этом нам вкратце сказали, вот, что делать родителям, ведь ребенок растет. Сейчас, например, сейчас, они год уже могут определить, сейчас, или даже сразу они, когда вот, они определяют глухонемой. То есть сразу? Да. Раньше было, я думаю, до трех лет, да, могли, а сейчас уже такой аппарат. Чем раньше, тем лучше, да? Да. Ну, сейчас большинство, вот, то, что могут, большинство, которые вот глухонемые, это осложнение после болезни, которые действительно глухонемые рождаются, это очень редко. Ну, есть такие, которые наследственные болезни, но это очень редко. Большинство осложнений после болезни. А вот как обстоят дела со слуховыми аппаратами? Ну, аппараты дают, слуховые аппараты дают, каждый год обновляют им. Сейчас они со слуховыми? Нет, они все без слуховых аппаратов. Это слуховые аппараты слабослышащие? Да, которые пользуются. Они все без слуховых аппаратов, все, это и Миранголь, вот, это, Даша и Миранголь, они пользуются слуховыми аппаратами. Ну, есть класс, которые взрослые тоже пользуются. А глухонемым им не надо. Это, которые слабо слыша и аппарат им для чего говорят что сейчас или же или аппарат или переводчик ну вот человек он понимаете идет идет вот он не слышит а вот например со слуховым аппаратом машины затормозил или где-то или что-то там это он слышит как вибрацию он сразу реагирует на это а когда глухонемой он же не идет она слышала женщина участики вальдики потом простынула потом меня они все почти все после заболевания у них нет такого что рождена редко очень стал слышать звук у нас есть такие семьи но их у нас очень мало ну есть а большинство мамы вот слух пропал в четыре года плачешь что делать но не здорово что делать это чепуха самое главное наша здоровая жизнь продолжается мама переживала плакала не плачет москву лечиться хотели уже все слух у нее был полностью поврежден они большинство вот у них большинство они после болезни все все вот после это осложнение после болезни у каждого свои истории свои это ну они не унывают в школе например они занимаются спортом поют со школу кончает они приходят к нам продолжение все они наши вот эти вот это они все выпускники нашей школы который шко нашу школе в этом году было 80 лет они все ходили на встречу выпускников все нашей школе было 80 лет в школе все приходили на встречу выпускников ну и мне бы хотелось сейчас еще раз вернуться к даре который сегодня споет нам песню мы знаем вообще сколько времени уходит на то чтобы разучить одну песню и выступить на конкурсе даре вот для тебя сколько времени уходит это очень сложно сколько переводчиков у нас здесь сейчас даре потому что она слабослышащие она музыку слышит слова она слышит который поет ей легче есть такие глухонемые которые они вообще не слышит им очень трудно мы еще сидим и внизу и помогаем чтобы они начали есть подали песню и куплет закончили совпадали с мимикой если ты немножко вперед выйдешь или ты опоздаешь это уже большая ошибка считается уже ты не выиграл надо начать вовремя вовремя закончить и чтобы жесты совпадали с этими словами там же суд до трех месяцев бывает вы пока еще не изучили язык жестов как общаетесь нет еще у меня есть прекрасные методисты но примерно какие-то элементарные ну здравствуйте до свидания просто видите какая задача моя немного задача другая это вот именно организовать им дозу хороший как у плане это же не так просто там пошел это надо договориться да это надо договориться сказать сколько человек список предоставить поэтому моя задача в том то чтобы на самом деле как бы и адаптация да в социуме да они действительно чувствовали себя полноценными да также учились на коньках и на лыжах они очень прекрасно катаются и на лыжах и на коньках ну потому я потому что с ними постоянно катаюсь вместе с ними как бы с ездим и как говорится еще раз повторюсь то что вы сами прекрасно понимаете то что есть люди педагоги это методисты которые с ними работают а моя задача именно сделать эту работу общую от этого только мы все выигрывали спасибо ну а теперь я бы хотела сейчас пригласить к нам дарю с песней люди любите друг друга называется ваша песня дарья ты нам ее исполнишь сейчас пожалуйста с удовольствием послушаем я не могу останавливать время и не могу поворачивать реки я не мечтаю быть понятой всеми и принадлежу одному человеку нету ничего выше нету ничего больше ничего сильней истинной любви и она во мне дышит и она летать может ее ничем не остановить люди любите друг друга не сжигайте мосты обнимайте обнимайте дайте теплоты люди любите друг друга вместе и до конца открывайте 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 двери и сердца я не умею угадывать мысли и уже точно не стану иною но я хочу чтобы счастливы были люди любите люди которые рядом со мною нету ничего выше нету ничего больше ничего сильней истинной любви и она во мне дышит и она летать сможет ее ничем не остановить люди любите друг друга не сжигайте мосты обнимайте обнимайте дайте теплоты люди любите друг друга вместе и до конца открывайте открывайте двери и сердца ведь все люди сестры и все люди братья открывайте 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 двери и сердца ведь все люди сестры и все люди братья открывайте 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 двери и сердца Люди любите друг друга, не сжигайте мосты Обнимайте, обнимайте, отдайте теплоты Люди любите друг друга, вместе и до конца Открывайте, открывайте двери и сердца Ведь все люди сестры, и все люди братья Открывайте, открывайте двери и сердца Ведь все люди сестры, и все люди братья Открывайте, открывайте двери сердца Люди любите друг друга Люди любите друг друга Молодец, спасибо! Будьте счастливы сегодня, дорогие телезрители Любите друг друга каждую минуту, каждую секунду Я еще раз хочу пожелать всем доброго дня и прекрасного настроения Напоминаю, что мы работаем в прямом эфире Номер телефона 28 58 69 Номер ватсапа 837 264 15 Сегодня вы можете поздравить наших гостей студии с их праздником С международным Данилом Глухонемых Действительно, эти люди, казалось бы, для нас достойны пример Оптимизма Это они не только хотят быть такими, как все Но и жить полноценной жизнью И они, главное, делают это А главное, ценят свою жизнь И сейчас настолько мы восхищены вами, дорогие наши гости Особенно Дарья Настолько ты пропела эту песню душевно, так чувственно, что чувствуется, что ты ее тоже пронесла через себя, чтобы донести до зрителей Насколько нужно ценить, то есть любить эту жизнь, любить людей вокруг, окружающих людей Я права? Вы помните? Да, Даша исполнила песню отлично И мимика у нее все совпала И действительно, она вот все вот это И даже те слова где-то в припевах, в этих, там бывает повторение, она прям все Молодец У Даши, конечно, большое будущее Я думаю, что в следующем конкурсе мы займем не последнее место по Казахстану Божественные песни Божественные песни, да Когда будет следующий конкурс? В следующем году у нас лета Ну, вообще, в следующем, в 20-м году должен быть вообще так У нас через три года они меняются Да, каждый год Танцы, клоунады и песни Потом опять танцы, клоунады и песни Через три года они у нас вот так В этом году у нас была клоунада в городе Атрау Люба ездила с ним? Мы ездили с клоунадой, у нас было два номера От Уральска мы представляли Ну, я... По все по два номера Это самое, по два номера Ну, я считаю, что мы выступили неплохо Конечно, не такие уж профессионалы, как говорится Ну, ничего, как любители мы выступили неплохо Там призовых мест не было Они выбирали только первый, второй, третий, а таких там раньше Там команда была в новую очередь Совсем в Казахстане, но там собирались клоуны И глухонемые Работающие Молодежь в основном все работающие Поэтому это когда у нас бывает свободное время Даже в субботу и воскресенье Наши методисты работают с ними Потому что у них когда выходной Они могут как бы... Занятия индивидуальные Да, индивидуальные занятия проводим Потому что сами понимаете То, что люди работающие тоже за что-то держатся Работают, понимаете Да, у каждого есть семья Они формят свои семьи Поэтому здесь получается то, что они хотят и участвовать И ездить Понимаете Это большое рвение Жить и делать что-то хорошее Поэтому я так думаю То, что для нас в принципе главное не победа Не еще главное, чтобы они участвовали в этих мероприятиях Они видели жизнь Да, чтобы они видели, что как другие есть Что в других регионах тоже есть по Казахстану Что есть другие команды, понимаете Возможно, как сказать Им сложнее воспринимать Вот как мы, допустим Мы можем поехать куда-то Разговаривать с разными людьми Видеть какой-то мир А у них это совершенно Без переводчиков это очень тяжело Вы сами прекрасно понимаете Да, допустим Я тоже иногда говорю Допустим Юридические какие-то Правовые какие-то Допустим поликлиника Они везде с ними Поэтому как бы работа очень Не скажу, что легкая Не из легких работ Вот поэтому Благодаря таким переводчикам Методистам У нас в клубе все хорошо Все прекрасно Главная задача Это чтобы наши активисты Участвовали в этих мероприятиях Понимали Потому что каждый праздник Каждый этот Чтобы они всегда знали Что мы уделяем им внимание Время Понимаете Вот Поэтому конечно Всегда у нас Дастархан должен быть Потому что Ну люди Естественно Дастархан Они раскрываются Веселые, интересные Поэтому мы стараемся Побольше таких организовывать Именно чтобы было Чаи пить Вот Ну и соответственно Конечно и сегодня И завтра У вас будут мероприятия Ну и о планах На будущее Может ли тоже сейчас Ну и о планах Я так думаю То что Еще раз Хочется конечно Чтобы побольше Уделяли и нам Внимание У нас кстати Скоро будет концерт С Казахским обществом Обществом слепых 23 октября Это будет ДК молодежи Вот Мы сейчас готовимся туда Поэтому всех желающих Посмотреть Поддержать Приходите Мы будем очень рады Вот Ну в принципе Главная задача Чтобы наши Все кто занимается Наши активисты Все наши певцы У нас еще есть Ребята Которые поют Хочется чтобы они Именно побеждали Занимали первые места Приносили пользу Окружающим Ну Жили Очень такой Хорошей Красивой жизнью Ну я думаю Что В заключении Можно Еще им предоставить Слово Я думаю Сейчас вы переведете Может быть Есть у них Какие-то слова Пожелания Может быть Слова благодарности Именно тем людям Которые им помогают Поддерживают Может они хотят Передать привет И это своим родным И близким Пожалуйста Всегда помогают Хорошо Они всегда мне помогают Спасибо большое Я всегда прихожу И буду всегда ходить Все они Переводчики Молодцы Я очень рада Что говорит Дома Я хожу в клуб И всегда участвую На всех мероприятиях Куда Еще кто Еще кто Привет может передать Кто хочет привет Родным и близким Привет передать Родным можно Можно родным Привет Ведь они сейчас смотрят Тоже нашу программу Программу смотрят Смотрят передачу Родственники смотрят Программу сейчас Твою Все Кто Я сказала родственникам Что меня пригласили Я всегда тоже хожу Переживаю Да Переживаю Хожу На мероприятия Всегда Всегда привыкла С глухонемым Встречаюсь Все здорово Шутим 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 Всегда в мир Мероприятия Мероприятия Спасибо Спасибо Я когда выступаю Песни Меня учат Мероприятия Ты в следующий раз Нам споешь Обязательно тоже Песню В следующий раз Ты споешь Когда будет возможность Будешь петь А какая у тебя мечта Мероприятия В будущем Есть у тебя Заветная мечта Мечта Получить Первое место Хочу Гран-при Получить Фестиваль Жестовой песни Мы желаем Обязательно Тебе Чтобы твоя мечта Осуществилась Мы в это верим И Надеемся И как раз После этого Конкурса Когда ты получишь Свою гран-при Свою гран-при Мы тебя обязательно Пригласим К нам в студию Ты исполнишь Нам свою песню Спасибо Дарья Кто еще у нас Сейчас Не говорил Пожалуйста У нас еще Пехминут Охачание эфира Спасибо большое Всем Что пригласили меня Что я исполню Песню Для вас большое спасибо Ты сегодня Дарья Очень довольна Тем что Прекрасно Исполнила песню И Телезрители Могли Услышать Увидеть Твой талант Твои способности Представляешь Сколько радости Ты сегодня Доставила Всем нам Хотела бы Сказать Тоже Что-нибудь Нашим телезрителям Пожелать Он может Посмотреть на ту камеру А переводчики Переведут Желаю всем здоровья Желаю всем здоровья Счастья Процветания Всего самого Мои лучшего Молодец Спасибо Спасибо Ну я думаю В заключении У нас еще есть Четыре минуты Сагандук И Уважаемые Педагоги Буквально о своей работе Допустим Как у нас Шашки Шахматы Какие конкурсы У нас Ежемесячно Проводятся мероприятия Мы приглашаем Ветеранов Мы приглашаем Молодежь Всякие соревнования На соревнования На выставки Где-то Кто-то приехал Или какую-то Новую выставку Мы собираем На экскурсию Делаем объявления По телефону Всех приглашаем Кто может Ну Так как молодежь работает Большинство ходят пенсионеры Молодежь ходит В субботу В субботу Молодежь работает Они не могут ходить Вот А так В общем Ну как мы все Как Не знаю Это наша работа Мы считаем Что это не Как-то Ну обыденное такое Нет такого У нас Что-то там новое Каждый праздник Да Серьезно К каждым датам Большим К календарным Крупным датам Готовимся Сейчас вот Готовимся К концерту Готовимся К поездке К фестивалю Насыщенная работа Поездки В Актюбинск Готовимся У нас там будет Концерт Показать Четыре Эти Четыре Это группы С Казахстана Атрал Актал Уральск Четыре региона Четыре региона Будут участвовать Еще приезжает Оренбург Туда приедут В гости Будут Они будут смотреть Как Россия выступает Себя показывает Среди них будет У них Спасибо Елена Главное Побеждать Спасибо Я думаю Любовь Вы тоже присоединились Да Я присоединилась К этим пожеланиям Самое главное Пенсионерам Нашим Здоровье Чтобы они Нас еще Долго радовали Приходили Не забывали Клуб А молодежи Чтобы выступали Почаще Как говорится Данимали призовые места Благодарю Ну и саган В заключении Минутка остается У нас до окончания эфира Хочется всем Нашим активистам Всем Кто приходит К нам В клуб Пожалуйста Приходите Наши двери Всем открыты Потому что У кого-то По времени Не получается Кто-то работает Еще что-то Но мы всегда Очень рады Когда они приходят Как раз Рассказывают О своих Каких-то Впечатлениях О чем-то новом Интересном Потому что Сами понимаете То что Именно В нашем клубе Именно Встречи Место встречи Как говорится Вот Я желаю Главное здоровье Будьте счастливыми Будьте богатыми Чтобы все У них было Хорошо Все было Прекрасно Потому что У каждого человека Жизнь одна И в этой жизни Надо себя вести Достойно Ее прожить Достойно Чтобы Дети Внуки Гордились Каждым Из нас Спасибо Сагандыка Я бы хотела В заключении Сочетать Еще одно Поздравление От Биби Гульбулатовны Ваши коллеги Можете перевести Добрый день Желаю клубу Акниет Процветания Молодцы Хочу поздравить Всех С международным Днем Глухих Спасибо Биби Гульбулатовна Спасибо вам За участие В нашей программе Хочется пожелать Вам только Всего доброго Успехов вам Удачи Главное крепкого здоровья Никогда не падать духом Идти вперед Ко всем своим целям И мечтам А вам Хочу пожелать Также Удачи В вашем Нелегком труде Всего вам Самого доброго И процветания Вашему клубу Акниет Что ж Дорогие телезрители А на этом Мы с вами прощаемся Всем хочу Пожелать Плодотворной Недели Встретимся Как обычно Завтра В это же время На телеканале Акжаик До свидания Продолжение следует... Продолжение следует...